Есть несколько вариантов решения этой задачи, и нужно понимать, прежде чем я вам расскажу первый, второй, возможно даже третий вариант, нужно понимать, что нас не учат отношения, поскольку нас не учат, когда попадаем в отношения, наши ожидания не совпадают с действительностью, но и дальше в силу вступают совсем другие факторы, кто сильнее, кто старше, у кого круче статус, кто переломит партнера под себя, вот понимаете, подогнет под себя. И если в паре есть человек, который менее уверен, ему прям сильно туго придется в этих отношениях. Вот если разбирать эту ситуацию, то, например, смотрите, в этой паре менее уверены вы, потому что если бы вы были достаточно уверены, вам бы было все равно, кто поджимает губы, сколько времени длится конфликт, вы такие, ну понятно, ну это твои реакции, ну друг любезный, ты взрослый человек, когда придешь в себя, мы к ней, там, или я сама замечу. Продолжим наши с тобой прекрасные отношения дальше. Если человек не уверен в себе, ну ему сложно, ему хочется как-то все склеить, вернуть обратно, какую-то стабильность вернуть, чтобы все было хорошо. И почему я сказала, что есть несколько вариантов решения этой проблемы? Потому что нужно понимать, чего вы хотите, какова ваша цель. Если вы планируете жить с этим человеком дальше, ну потому что есть много хорошего, вы же описываете ситуацию, которая вам не нравится, но наверняка есть масса ситуаций, которые вам очень нравятся. И вам нравится этот человек, и у вас с ним в другие моменты хорошие отношения, он привлекательный для вас, вы привлекательны для него, вам интересно, весело, скорее всего хороший секс. И просто вот не хочется это терять, это нравится, с этим хочется жить. Но есть нюансы. И вот есть нюансы, тогда решаемая история, если вы хотите жить в долгой перспективе. В долгой перспективе нужно прокачать уверенность. И чтобы вас это не трогало, как я уже сказала, когда партнер, один из партнеров пытается кого-то под тебя прогнуть любыми методами, манипулятивными, вот такими вот поджиманиями губ, деланиями замечаний, то, собственно говоря, если у вас все хорошо самооценкой, со статусом внутренним, да, то вы говорите, это ты со мной разговариваешь? Ну как минимум, да. Или вы говорите, это ко мне, ну есть какие-то проблемы, сделай сам там. Вы не цепляетесь эмоционально за эту проблему. И другой человек не может вас ни за что зацепить, но нет крючка, на который бы вы зацепились. Он бросает все время, забрасывает эту удочку, может так вас зацепить. Может, если я претензию предъявлю, я тебя зацеплю. Может, вот так тебя зацеплю. Зачем? Чтобы у него произошла разрядка. Он чем-то недоволен в жизни, но он решил, что разряжаться нужно на вас. Послушайте, вот сейчас все, кто будет смотреть и будет писать, там, да бросать нужно. К этому варианту мы тоже придем. Досмотрите видео до конца. Хорошо? Но не все всегда нужно бросать. Просто нужно понимать, что мы выросли в неидеальных условиях. Что в этих неидеальных условиях у нас формировались какие-то привычки, которые, ну не очень классные на самом деле. Но они у нас есть. Они неосознанно срабатывают. Мы не можем от них избавиться. И да, чаще всего они нами применяемы, к самым близким людям. Ну потому что очень сильно вбили в нас когда-то, что чужих трогать нельзя. А со своими можно делать почти все, что угодно. И у нас топов на своих нет, а на чужих есть. Поэтому надо разрядиться. На ком я буду разряжаться? На самом близком, дорогом, любимом человеке. Неправильная стратегия, но абсолютно существующая в жизни. И при этом в другие моменты, и таких моментов возможно даже больше, человек классный, поэтому бросать его не надо. Нужно прокачать уверенность. Как? Первый вариант. Вы идете ко мне в Be Happy Space. Вот под описанием этого видео будет Be Happy Space. И там есть очень много про отношения и про то, как прокачать свои скиллы. Просто это годовая подписка. В этой годовой подписке есть женская программа, женский клуб. Есть курс про отношения, есть курс про саморазвитие для женщин. В общем, там много и куча тренингов, которые посвящены тому, как лучше себя чувствовать. В частности, тот, который называется прокачка уверенности. И вы просто начинаете работать над собой. С тем, чтобы не мужу угодить, а чтобы свое состояние улучшить. И чтобы вот такие вот его проявления вас вообще ни разу не трогали. Честно говоря, по жизни даже будет лучше. Вопрос же не в муже, а в том, что, скорее всего, вы не уверенно чувствуете себя в нескольких ситуациях в жизни. Прокачав скиллы уверенности, вы такие и на работе, возможно, перестанете проваливаться куда-то. И в отношениях с друзьями, возможно, провалы пропадут. Ну и с мужем заодно подтянетесь и будете чувствовать себя лучше. Понимаете? Поэтому это выгодно в любом контексте. Саморазвитие хуже не будет, а лучше будет в любом случае. Это если вы хотите жить человеком долго. Еще как можно прокачать скиллы уверенности? Всегда просто заходите в гугл и пишите, как прокачать уверенность, упражнения. И вы просто начинаете это делать. И уже станет легче во многих ситуациях. Почему я говорю, что нужно ко мне в Be Happy Space, в годовую подписку? Потому что мы с разных сторон вообще подходим к нашей жизни. И вы, возможно, сможете проработать то, о чем вы даже сейчас не думаете. Но это связанные вещи, которые влияют на ваше состояние, на то, как вы не уверены в себе. Еще не могу не добавить сюда очень важную вещь. Я про статус говорила. Почему я говорила про статус? Ну, потому что я хочу рассказать вам коротко об одном исследовании, которое делали ученые. Они взяли группу обезьян, а у обезьян такая же иерархия, как в человеческой стае. Всегда есть кто-то, кто управляет, те, кто что-то делают. Ну, как бы даже, смотрите, государство похоже, президент или парламент, рабочие особи, все остальные. Ну, и кто-то, кто в самом низу, маргиналы. Маргиналов никто не любит, маргиналов не уважают, их пинают и время от времени дают подачки. Вот. Так стаи обезьян, та же история. Там есть вожак стаи, есть ближайшие помощники, есть рабочие особи. И есть шестерки, которых никто не любит, проходя мимо, их даже бьют, их насилуют, над ними издеваются, у них забирают еду. Так вот, ученые сделали такой эксперимент. Они, значит, научили вот такую вот обезьянку маргинала. Открывать сложный замок в комоде специальном, где прятался банан. Быть маргиналом не означает быть глупым. Обезьянка научилась. Да? Обезьянка научилась, и они выставляли этот комод туда, где все были. Все пытались как-то открыть, и ничего не происходило. А эта обезьянка подходила, открывала этот сложный замок, и только она доставала банан, у нее этот банан тут же забирали, и ее начинали бить еще. И каждый раз снова и снова ситуация повторялась. То бишь, для всех обезьян она была обезьянкой низкого ранга. К ней никто не присматривался, не прислушался, но он так зафиксировался в памяти у всех остальных. Они ученые, люди же, которые вечно думают, а что будет, если мы по-другому сделаем? И они взяли и научили вожака стая открывать такой же комод. А потом поставили комод опять туда, где есть обезьян. Но поскольку вожак был задействован в этой ситуации, никто из рабочих особей не подошел близко. И они наблюдали, и очень внимательно наблюдали за тем, как вожак открывает банан. Прошло несколько часов, вожак несколько раз открывал банан, через несколько часов вся стая умела вскрывать этот комод. Почему? Потому что вожак стаи с очень высоким статусом. Все знают, что к нему нужно прислушиваться. Он почитает, и то, что он делает, надо учиться, просто глядя. И вот в чем мораль? То мы иногда бываем вот такими обезьянками низкого статуса. Можно ли изменить это? Да, можно. Но для этого нужно прокачать скиллы уверенности, как я уже говорила. Результаты какие-то нужно иметь вне дома. Потому что дома мы зафиксированы, помните, как у обезьянок в памяти. Обезьянка низкого статуса. При этом вас могут любить, вас по-своему даже уважают, но считают, что вы там, возможно, младше, не так много знаете, привычка у человека есть. Если он ученый руководящий должности, это усугубляет ситуацию. Но, но, если прокачать скиллы уверенности, если перестать эмоционально залипать, что вообще по жизни очень хорошо, не только в отношении мужа, повторюсь, а вообще по жизни важно и нужно эмоционально не залипать никуда. Если вне дома, потому что дома вам не дадут, что бы вы не делали, что бы вы не говорили, ой, я пойду учиться, да что-то там, ой, я пойду работать, да ладно там, и вас будут гнобить все время дома. Ну так, так устроено вообще человечество, и не только мы же часть животного мира. В животном мире ранговость имеет огромное значение, вот. Но позицию можно менять. Так вот, если за домом, там, на работе, с подругами, в спорте, не знаю, в хобби, в чем-нибудь набирать себе баллы, вы станете увереннее. Помимо этого, как результат, когда накапливается, мы становимся увереннее. Нас уважают другие люди, у нас есть подкрепление, что я не обезьянка низкого ранга, да. Со временем прокачиваю еще попутно скиллы уверенности, собираясь целостно, размышляя, где-то у меня затыки в жизни, и как можно что-то улучшить, да, стать более независимой, более уверенной. Вы научитесь, оставаясь в этих отношениях, быть очень счастливы, вы перестанете страдать. Наезды будут, как какое-то время они будут. Просто они станут реже, но они будут. Ну вы классно дадите отпор, потому что вы подниметесь до того же ранга. Вы станете обезенкой высокого ранга. Две обезьянки высокого ранга ужиться могут. Нормально. Ну просто время от времени они будут пытаться наехать друг на друга. Но в целом это возможно. В мире есть такое. А и все. В какой-то сфере вы будете, ну, главнее к вам будет прислушиваться, в какой-то сфере ваш муж останется главнее, и вы к нему будете прислушиваться. Но в целом будет паритет. Вот этот паритет штука очень хорошая. Повторюсь, это только для тех сейчас были мои рекомендации, которые хотят продолжать жить с этим человеком, которые не планируют разводиться. Которые видят много позитивного в других областях жизни. Ну, есть вот эта неприятность, а это прям неприятно очень, которой нужно научиться правильно проживать, и правильно на это реагировать, и повысить свой статус нужно. Это один вариант. И жить можно долго и счастливо. Знаете, как в тех сказках. И жили они долго и счастливо. И даже получать некое удовольствие от пикировок между вами. Другая ситуация. Другая ситуация, это когда вы только заходите в отношения. И в этих отношениях кто-то сильнее, кто-то слабее. И вы еще не знаете, будете ли вы там, нравится ли вам. Ну, не перевесили эти отношения еще вообще в вашей жизни. И вы даже не хотите разбираться с каким-либо дискомфортом. Ну, потому что, ну, как бы, камон. В жизни и так его достаточно. И когда партнер начинает вот делать какие-то вот такие штуки, вы говорите, друг любезный, спасибо тебе большое за опыт. Будь счастлив по жизни. Разворачиваетесь и идете в ту сторону, в которую вы хотите. Безбоязненно. И пытаетесь построить отношения еще с кем-то. Неплохо бы поучиться отношениям, потому что мы часто делаем системные ошибки, ну, для того, чтобы не прогибаться под кого-то, но понимать, где просто системная ошибка, ее можно изменить, а где, как бы, ну, ничего никогда не поменяется, и об эту скалу расшибаться в кровь не нужно. Знаете, какое нам навязывало мнение, что у тебя часики тикают, что тебе очень нужно в отношении, что, ну, как бы, женщина, она же должна иметь какую-то чисто женскую реализацию. Ну, и вот это все иногда толкает нас к тому, что мы цепляемся за какого-то партнера, как за последнюю возможность в нашей жизни. Но это не так. Нет последних возможностей в жизни. И есть множество примеров, где женщины прекрасно выстраивали отношения в разных жизненных ситуациях, в разные годы. Я рекомендую к просмотру фильм о Джейн Фонде, он так и называется, Джейн Фонда «Жизнь в пяти актах». Это документальный фильм. Посмотрите, пожалуйста. Там такая честная, откровенная, классная беседа с потрясающей совершенно женщиной Джейн Фонда, которая до сих пор востребована и снимается, ей далеко за 80. И она популярна, она зарабатывает. И вот там история жизни, начиная с отношений известного папы ее и ее, какой от нее ожидали она должна быть. Потом у нее было несколько мужей, и все сплошь и рядом очень известные люди. И ее трансформация как женщины, когда ей приходилось преодолевать вот эту огромную пропасть между ожиданиями социума, мужчин, и какой должна быть женщина, и тем, кто она есть на самом деле. И вот она в этом фильме, полярю немного, конечно, все равно рекомендую посмотреть. Она говорит, что вот у меня сейчас есть отношения, в которых я действительно чувствую себя самой собой, и за 80 на секундочку. А до этого у нее был брак, классный мужик, миллионер, ранчо, и многое другое. Он говорит, и он меня боготворил, и ей уже было за 60. И он был очень классный, но ему не нравилось, что я снимаюсь. А я в какой-то момент не смогла уже больше идти с собой на компромисс. Ну потому что я вот такая, я снимаюсь, я актриса, это моя жизнь. И она разошлась с человеком, которого любила, и который любит ее до сих пор. Она там ездит к нему в гости иногда. У нее сейчас другие отношения, в которых она чувствует себя свободно. И я бы хотела, чтобы нам не надо было потратить 80 лет своей жизни, чтобы прийти наконец-то к моменту, когда мы можем чувствовать себя свободными. Но нас с вами часто так учат, вот эти вот ожидания, какой должна быть хорошая девочка, какой должна быть хорошая жена, как себя правильно вести, как себя неправильно вести. Иногда абсолютно не рабочие в жизни, но при этом они еще и заставляют нас страдать, размениваться на то, что не есть нашим, и искать какой-то компромисс. Но компромисс, понимаете, если взять определение слова компромисс, то нам нужно тогда помнить, что стороны, не одна сторона, стороны отказываются от части своих притязаний. Ну и как-то договариваться на то, что применимо для них. Но в отношениях, которые я сейчас разбираю, стороны не хотят отказываться, одна точно. Не хочет отказываться от каких-то своих притязаний. Она требует от другой подчинения. И поэтому здесь, по сути, два пути. Путь первый – научиться не подчиняться, быть на равных, почувствовать себя на равных и перестать страдать. И эти отношения имеют место жить. Знаю, много таких пар, прекрасно все у них есть. Прикольно, прекрасно, они получают даже удовольствие от этого. Потому что на равных можно противостоять. Потому что человек не только вот такой вот, ну капризный, с которым плохо. Человек есть во многих проявлениях очень хорошим, интересным, с ним хочется жить. Но есть вот такой фактор. С этим фактором можно научиться жить, работать и противостоять этому. И это в кайф. Повторюсь, это в кайф. Если без кайфа, то страдать не надо. А есть второй, когда вы думаете, не-не-не, я умная. Я уже попробовал раз, второй, третий, я наелась. Я в такое не хочу попадать, я не хочу даже проходить. А вот этот весь путь, он мне не нравится. Зачем? Я не буду ввязать в этих отношениях. Я пойду встречу другого мужчину, попробую создать с ним отношения. Буду учиться тому, как строить отношения. Так, чтобы не прогибаться, и чтобы я изначально была счастливая. И соглашусь дальше быть в отношениях, только тогда, когда соблюдены какие-то вещи, которые для меня прям очень сильно важны и ценны. Не бойтесь, пожалуйста, уважаемые дамы, того, что отношения можно строить много раз. Вот много раз их можно строить. Вот последний партнер, которого вы видите, не последний в вашей жизни. Ну, просто нужно искать. Ну, мы даже на рынке помидоры выбираем. Нам этот нравится, этот не нравится. Но очень часто женщины, когда ищут партнер, скажут, может, этот, может, этот, может, вот этот, и бросаются туда, и готовы претерпевать огромное количество плохих трансформаций внутри себя, лишь бы получить вот этот статус, быть замужем или быть в отношениях. Но оно того не стоит. Это точно. Очень ценно ваше самочувствие, очень ценно ваша целостность, очень ценно, чтобы вы получали удовольствие от отношений. Я в этом видео много сказала. Выбирайте путь такой, который вам нравится. Идите обучаться, смотрите клевый фильм, думайте, выбирайте свой путь. Главное, чтобы он вам нравился.